Всем привет! Добро пожаловать на канал Перпоков! Предлагаю вам приготовить простой рецепт вкусного творожного кулича без дрожжей. Хорошо подойдет для тех, кому некогда возиться с тестом и дрожжами. Кулич получается воздушным, нежным, ароматным и немного влажным. Рецепт достаточно бюджетный, так как на него не надо покупать продукты в большом количестве. Творог перетереть мягкую массу или измельчить блендером. Я использую в выпечке жирный творог, так как у него выпечка получается нежнее. Должна получиться мягкая однородная масса. Если даже будут маленькие зерна, ничего страшного. На терке натираю цедру одного апельсина. Снимаю только яркую оранжевую часть. Белую стараемся не сдевать, потому что она горчит. По желанию можно апельсин заменить на лимон. В миску разбиваю 3 яйца. Если они маленькие, то берите 4. Также добавляю сахар и щепотку соли. Для приятного нежного вкуса добавляю ванилин. Все взбиваю миксером до белой пышной пены. Добавляю мягкое сливочное масло, цедру апельсина и 1 треть чайной ложки куркумы. И все взбиваю миксером. Понемногу ввожу творог и аккуратно лопаткой все перемешиваю. Муку перемешиваю с разрыхлителем. И частями просеиваю в тесто. Все хорошо перемешиваю лопаткой. Количество муки может меняться. Плюс-минус 10-20 грамм. Все зависит от того, какие продукты вы используете и вообще какая у вас мука. Тесто получается густое и липкое. Вот как у меня. Когда тесто готово, добавляем цукаты. Можете добавить жареные орехи, промытый изюм, курагу. Все на ваше усмотрение. Итак, теперь у меня тесто готово и я займусь формами. Выпекать я буду в бумажных специальных формах для куличей. Диаметр этих форм 9 см. Они вроде со специальной пропиткой, но я все равно смажу маслом. Формы сделаны из специальной бумаги. Если присмотреться, то там будут видны маленькие дырочки. В таких формах очень удобно печь куличи. Они в них очень хорошо хранятся, да и красиво дарить. По формам раскладываю тесто, но полностью их не заполняю. Сверху чайной ложечкой аккуратно распределяю тесто, чтобы шапочка была гладенькой и ровной. Куличи выставляю на противень и оставляю постоять. В это время включаю плиту, чтобы она нагрелась. Куличи буду выпекать при 170 градусах около 50 минут. Конечно, надо ориентироваться на свою духовку. Румяные куличи проверяем на готовность деревянной шпажкой. Если она у вас выходит сухой, значит уже готова. Конечно, можно оставить на пару минут подрумяниться и перевести духовку на функцию гриль, но я этого делать не буду. Я их буду высовывать такими, какие они есть. И вы увидите, какая их настоящая корочка. Готовые куличи оставляю остывать. Украшать буду только после полного остывания. Если вы выпекаете куличи в формах, не бумажных, а металлических или стеклянных, то оставляйте остывать в них. Мои куличи уже остыли, и я снимаю с них форму. Вот сейчас как раз видно, какие они внутри. Мягенькие, сверху румяненькие. Можно было бы еще пару минут позапекать. Украсить можно куличи сахарной пудрой, с битыми белками, глазурью или белым шоколадом. Я буду оформлять глазурью. Для этого мне понадобится сахарная пудра и сок апельсина, с которого мы снимали цедру. В чашку перекладываю несколько ложек сахарной пудры и добавляю чуть-чуть сока. Все хорошо перемешиваю. Если глазурь получается жидкой, то добавляю еще сахарной пудры. Если она очень сильно загустела, то добавляю чуть-чуть сока. Глазури готовлю чуть-чуть, потому что она очень быстро густеет. На каждый кулич буду делать отдельно. На первый кулич в центр наношу глазурь. Первый слой глазури у меня оказался немного жидковат, и я добавила еще сахарной пудры. Но вот от первого остались небольшие потеки. Немножко неаккуратно получилось. Следующий сделаю лучше. Кулич можно присыпать посыпкой. Декоративных очень много, но я вот хочу украсить цукатами. Они такие яркие. Для второго кулича я приготовила глазурь погуще, и она должна лечь очень хорошо. В этот раз получилось намного лучше. Я уже поняла, какой консистенции должна быть глазурь. И так же украшаю цукатами. Чтобы не испачкаться в свежей глазури, я решила третий припылить сахарной пудрой. Я его разрежу, и мы увидим, какой он внутри. Режется кулич очень легко. Он мягкий, нежный. Внутри желтенький, с маленькими дырочками. Благодаря творогу он остается немного влажным. А благодаря апельсину он очень-очень ароматный. Смотрите, какая прелесть. Мелакенький, нежненький. Немножко видна цедра. Цукаты яркие выделяются. Вот он какой пористый. Прелесть. А куркума дала небольшой желтый цвет. Как видите, такие куличи очень быстро готовятся. Не надо возиться с никакими дрожжами и тестом. Хранятся они хорошо, остаются долго свежими, влажными и мягкими. Даже на третий и четвертый день он остается мягким и нежным. Так что готовьте на Пасху вкусные куличи, даже если вам некогда. А я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего. Пишите комментарии, ставьте класс. Если у вас остались вопросы, тоже пишите в комментариях. И не забывайте подписаться. До новых встреч!